здравия слушателей и зрителей мне в эти секунды правда трудно говорить я не знаю что будет завтра но я хочу сказать что этот ролик очередная моя сенсация для здравомыслящих людей поэтому спасибо вам дорогие уважаемые слушатели и зрители всего доброго и приятного а здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров харькове 20 часов 52 минуты 31 0 8 2016 года данный ролик будет по всей видимости небольшой но информативный в ролике я планирую озвучить интересную вещь которая на мой взгляд из разряда тайны нашей планеты я потихонечку кратчего буду подходить к основным своим материалам я их озвучу не потому что мне лень или не хочется или интригую вас есть другие причины я уже не раз говорил и повторюсь если бы у меня была возможность некоторые вещи самостоятельно озвучивать то про сотовую землю пищу и 10 лет назад начал бы говорить всего свое время у меня как обычно все отлично великолепное расположение духа вот значит тему которую мы затронем она будет всего лишь скорее всего одна эта тема но на мой взгляд интересно многие из вас сталкивались с сайтом asgard а многие про этот сайт узнали благодаря ролику который появился на одном из моих каналов я пользуюсь случаем хочу сказать тому доброму человеку павлу который создал этот сайт сайт просто умопомрачительный с точки зрения творчества вот информация довольно таки интересная дальше хочу поблагодарить другой канал на ю тубе который озвучил эту статью если не ошибаюсь в рассказ вот вы знаете иногда бывают курьезы если не постоянно сталкиваюсь дело том что в кадре говорю точнее не в кадре в записи иногда говорю не я и в кадре появляюсь не я но люди почему-то не распознают иногда мой волос и иногда не распознают мою внешность был такой замечательный случай как одна добрая женщина перепутала меня с вадимом ловчиком который я выкладывал на своем канале хорошо шаг в камеру включил она такая и ужас брови покрасил поэтому иногда некоторые голоса с голосами еще получается сложнее значит в ролике сотовая земля на планете лесов нет для тех кто плохо распознает голоса я сообщаю говорю не я мне было интересно по комментариям понаблюдать за реакцией слушателей и зрителей долгих был раздумьях все-таки сподобился решил более детально прокомментировать но ведь у меня такая манера беседы я иногда делаю вступление на 10-15 минут а то что вам скажу это прозвучит несколько секунд это как помните самым моим первым роликом луна дала ответ какая земля в реале но тоже катавасия будет и сейчас я буду делать подготовительное вступление вот информация интересная я бы не хотел бы такой грустной форме говорить о сайте асгард дело там что там автор ссылается на то что свои знания он получил после того как его похитили инопланетяне и вставили чип правый глаз после этого он всю эту информацию выдал ну понятно что информация была получена классическим вариантом земным путем земными источниками я на всякий случай проконсультировался с инопланетянами сейчас я шучу а может не шучу они мне сообщили что пашу они не не похищали ничего никуда не вставляли вот и дали мне совет сейчас я шучу шучу смысле насчет инопланетян естественно их не существует это все моя фантазия не не ходи до вокруг да около просто расскажи людям истинное положение вещей насчет кремниевого периода ну видно время подошло на те кто не смотрел на планете земля лесов нет желательно посмотреть потому что дальше ничего не будет понятно о чем я говорю о тех кто смотрели значит есть люди очень положительно отнеслись к этому есть положительно но с неким таким легким налетом негатива мол посмотри мы в кремниевую землю больше верим чем сотовую как я не раз говорил кремниевая земля это всего лишь маленький элемент от огромного сотового мира так вроде сделал большое вступление значит смотрите вот эти что нам говорили деревья на самом деле это не пеньки как нам говорили что это срез дерева и очередной раз озвучу истинное положение вещей которое любой здравомыслящий человек благодаря своему воображению просто нарисует картину эти леса точнее эти пни они не снизу появились а сверху что я имею ввиду ну во первых в статье говорится деревья там достигали несколько сотен километров они не могли эти деревья достигать несколько сотен километров потому что наш купол нет небесный свод просто бы не позволил такому гигантскому дереву он бы купол бы пробила это дерево бы купол пробила тут тоже там аватары сказки это хорошо только они находятся аватары немножко в других мирах но они есть и то что дальше скажу я не отрицаю кремниевую жизнь я просто подчеркнул что на самом деле себя представляют эти пеньки а эти пеньки это остатки переработанной скажем так породы вот представьте гигантскую мясорубку у которой отверстия не круглые а шестигранные и это гигантская мясорубка находится на гигантском скажем летающем заводе и этот завод просто фарш точнее не фарш пускай будет фарш ну бетон вот этот выдавливают переработанный и он просто вниз эти как говорится стекает и очень быстро застывает есть немного фотографий но есть красноречиво сообщают нам фотографии что эти пеньки появились не снизу что нам пытается сайт асгарт рассказать выросли деревья там 100 тысяч километров а это всего лишь выдавленная из огромного космического аппарата переработанная руда через огромные скажем так сито шестигранными сотами и опускаясь на поверхность быстро застывала бетон там такой технологии мама не горюй и аккуратненько они же срезали вот эту жижу чуть чуть дальше летели опять делали это скажем выброс этого фарша через шестигранные соты и она падала вниз хаотично иногда достигала полностью земли и распластывалась а иногда некоторых случаях бетон настолько быстро застывал что в воздухе зависал надеюсь для людей с образным мышлением стало все понятно здесь даже с точки зрения логики и правого смысла по фотографиям правильно все нам подсказывается ну что на этом пожалуй все так особо воду в ступе толкти не хочется еще раз повторю за для закрепления высокая технологичная высокотехнологическая цивилизация и своего аппарата выдавливала бетон через шестигранные соты они долетали до земли и застывали в этом уникальном ансамбле дальше пойдет опять мой ролик который многие видели но желательно его очередной раз пересмотреть он информационный тоже как и все мои ролики а те кто не видели будет вообще необходимо посмотреть еще знаете что хочу сказать заключение вообще как бы удивительно вот вы посмотрите уважаемые слушатели и зрители ведь я за эти четыре месяца выдал колоссальное количество информации которые вообще не касается сотовой земли то есть мои вот эти недоброжелатели они постоянно носятся как дурни со ступой возле этого сотовой земли ну как говорится в своем глазу бревна не видят а в чужом соринку замечают я аж выдал огромное количество информации которая вообще не связана сотовым миром разоблачил и озвучил кучу всевозможных лже наук кучу всевозможных лже информации вот еще бы знаете чтобы двух словах бы еще разоблачить потом может быть поподробнее сделаю ролик а может и не сделаю хорош такой вопрос попался сейчас как же значит вопрос попался про книгу урантии ну все там вообще тоже вброс от темных у них же знаете как вбрасывают в основном то инопланетяне похитят и чип ставят и выдадут информацию на самый лучший вариант это конечно придумать какого-нибудь контактера который во сне законнектился с какой-то сущностью потом они записали его так сказать байки венского леса но то же самое с книгой урантии книга урантии это брос темных очередной да там есть интересные какие-то моменты с точки зрения художественного произведения есть два процента конечно и достоверно но во первых то что нам сказали что этот человек впадал в транс и выдавал какие-то информацию а потом возле его кровати нашли там 500 страниц где была эта книга написана неразборочным почерком подбросили и озвучили поэтому книга урантии как и многие знаете какое-то неинтересно делают они постоянно какие-то там грамоты подсовывают какие-то там алмазные там манускрипты вот они все время подсовывают какой-то клочок там какой-то бумаги там какой-то не знаю буклетик библия там или еще какое-нибудь это вот все вот смотрите вот вот все там откопали там чудом чудом откопали вот сейчас вы эту книгу прочитаете все вы точно все узнаете поэтому эти все там грамоты свитки там это все вы единого яйца не стоит так чисто написать сюжет благодарим компьютерной игре она идет пойдет ну вообще ничего общего не имеет представления с истинным мироустройством я говорил и повторюсь если хотите реально проверить достоверные знания те или иные вам пишет книга или сообщает собеседник вы книги не узнаете написано ли там про сотовую землю про огромную нашу гигантскую планету или у собеседника спросите знает ли он что-нибудь про то что наша земля в миллиарды больше и все если книги про этого нет упоминания значит книга ложь если лектор там собеседник именующийся это медиум экстрасенсом говорит что наша планета маленькая кругленькая все это шарлатан все можете сказать давай до свидания вячеслав котляров сообщил уже всем давно как устроена наша планета вот поэтому дальше пойдет опять мой ролик на мой взгляд очень интересный мой друг андрей мяснов сделал хороший колоссальный видеоряд к нему его канал есть на youtube и там тоже много на мой взгляд интересных вещей связаны с компьютерными играми ну а всем разрешите откланяться с вами был вячеслав котляров благодарю что слышали меня слушали дальше идет мой ролик всего доброго и приятного просмотра до свидания чтобы максимально верно представить как же выглядит наша планета сверху и в разрезе проще всего обратить внимание на улей диких пчел да да вы не ослышались наша огромная планета практически точная копия пчелиного улея за мелкими несущественными различиями конечно мы себя отождествляем человечеством и по сути это верно но наш пасечник который следит чтобы наш пчелиный улей нормально функционировал смотрит на наш образ жизни немножко в другой парадигме как и у нас но точно также и у пасечника есть недруги его уровня и его развития пока наш пас он же спас отвлекается на более серьезных противников себе подобных к нам также в эти моменты проникают недруги нашего уровня а порой и более высшего в эволюционном развитии наша сота в буквальном смысле оккупирована и первостепенная задача это повсеместное пробуждение максимального количества людей несмотря на то что мы по вселенским канонам бессмертны это не означает что нам нужно опускать руки опыт других ячеек наглядно показывал и показывает даже в эти минуты что мы способны избавиться от оккупантам своими силами мы задаем колоссальное количество вопросов и не можем получить на них ответы но все значительно проще избавление от агрессоров дает самостоятельное восхождение к утраченным знаниям звучит довольно просто проснулся сам разбуди ближнего уверен что многие из вас неоднократно предпринимали попытки открыть глаза своего собеседника на суровую действительность и практически всегда терпели фиаск яд который нам прыскивают наши тела и в наши души буквально с рождения очень эффективны и работу этой травы мы видим сплошь и рядом если корабль тонет или горит дом то нет особого смысла изучать тонкости устройства нашего улья нашей планеты основы вами уже получены и уже можно отталкиваться от того что я не раз озвучивал и самостоятельно докапываться до истинных положений вещей азы я сообщил и возможно не раз буду озвучивать серебро сильный металл сказки про оборотней не сказки создаем серебряные обереги книги даже те крупицы ведических знаний уже дают возможность нам сбросить кандалы захватчиков мысль мысль это сверх сила не забываем проснулся разбуди ближнего своего спросите как если он ваш родственник или близкий человек дарим ему оберег не хочет изучать слова волхва или мудро находим аудиозапись и ставим вашему розыщу на сон грядущий лично я на сон слушал колоссальное количество знающих и понимающих людей если вам удастся хотя бы с одного человека оторвать лярву с его души это уже прорыв а жившие люди наполнится светом а их глаза станут застилать слезы радости и тепла зачем в эти минуты нам нужно знать детали устройства нашего улья огромной планеты если враг уже даже не на пороге если враг уже по-хозяйски расхаживает в нашем доме прямая атака это погибель враг того и ждет чтобы люди начали устраивать бунты любой бунт будет подавлен будут брошены все силы на подавление любого очага и любой незначительной вспышки только пробуждение ближних во все времена давали триумфальный успех не раз бывало что подмога приходила из соседних ячеек но помощь приходит туда и ее ждут а сколько в нашей ячейке людей ждет подкрепление из соседних миров задайте пожалуйста себе этот вопрос если каждому из нас под стать одной только силой мысли давать свет ближнему то вообразите на секунду если каждый из нас едином порыве будет желать избавления от рабства и от уготовленной для нас участи наши предки смотрят на нас ждут от нас действий для того чтобы они могли воплотиться в новые тела нужны новые люди но нас с каждым годом становится все меньше и меньше когда мы покинем этот мир то для нас также может не найтись подходящих тел для нового перерождения чтобы не висеть между мирами и не ждать когда наши потомки попытаются избавиться от захватчиков мы должны действовать здесь и сейчас я не мессия я не пророк я обычный человек каждый из вас кто меня слышит в эти секунды проходил тот же путь который прохожу сейчас я вы также проходили подобный путь других воплощениях предыдущих воплощениях каждый из вас делал именно то что делаю я в эти минуты мои знания это не моя заслуга мои способности это не мой труд все знания все способности наши общие потому что мы единый рот единый рой когда вы с кусочком тьмы заходите в комнату которая наполнена светом тьма не в силах окутать ваше помещение но если же вы с кусочком света заходите в темную комнату все ваше жилье наполнится теплом наполнится светом я озвучу лишь то что было известно задолго до меня я делаю или что что делали задолго до меня не спим не сидим каждую минуту думаем кого пробудить используем каждый любую возможность по мере своих сил по мере своих способностей данные строчки не еле успеваю печатать как много лет назад я писал свои рукописи писал по наитию словно подчета диктовку точно так и сейчас физика не поспевает за мысли оглянитесь по сторонам что вы видите куда вы идете кто нас ведет игнор только игнор с вашей стороны к мнимым спасителям к мнимым пророкам у меня нет помощников у меня нет покровителей у меня нет прихода я абсолютно один и если один человек смог без какой-либо помощи и был услышан и был правильно понят то и каждому из вас под силу сделать тоже самое вся сложность в том что мы все усложняем читайте нашим детям сказки ограждайте детей от тв ограждайте себя от тв телевидение это самый мощный инструмент у наших захватчиков лично я более 13 лет не смотрю телевизор вообще несмотря на полученные в готовом виде знания я неустанно отшлифовываю свой опыт на практике изучал и изучая сотни лекций знания на поверхности для ведущих людей моя подсказка сотовой планетой всего лишь соединила все пазлы воедино все срослось это значит мы на верном пути думаем думаем включаем смекалку включаем родовую память нам говорили спать я говорю просыпайтесь подъем вставайте более 20 лет я думал не проходила ни одного дня ни одной ночи чтобы я мне обдумывал свой дальнейший путь я понимал одно если знания были даны мне их нужно озвучить ни разу я не свернул со своего пути ни на шаг не отступил со своей дороги зачем нам знать детали кто и как прикрутил лампочку солнца зачем нам знать именно сейчас из чего сделан наш небесный свод купол мы утратили родную речь мы забыли как правильно питаться мы не умеем строить правильные дома и ткать нужные одежды зачем нам знать сейчас из чего сделаны звезды если мы не знаем что у нас под ногами мы не знаем что у нас внутри и что у нас снаружи самое главное мы не понимаем что мы в ужасной оккупации что мы обречены если начнем действовать проснулся сам разбуди другого времени почти не осталось счет уже пошел не на десятилетия счет пошел уже на годы если вы меня поняли если вы меня услышали действуйте незамедлительно 200 лет назад нас было несколько миллиардов 100 лет назад нас было уже около миллиарда сейчас нас всего осталось 200 миллионов еще сто лет и в этой ячейке даже намека не останется на то что мы здесь когда-то были в завершение скажу важное даже при худших раскладах нашим предкам удавалось сдюжить а значит сдюжим и мы